Моё почтение, меня зовут Дрэм Риппер. Я появился на Крикбейт на статейку в интернетах, прочитал ответы на маньяка, и вот мне 23, и я посмотрел дом совы. Дважды. Также я прочитал ряд интервью, посмотрел интервью, почитал секцию Q&A на Реддите, биографию, залез в архивы Твиттера. В общем, проделал то, что стали бы делать самые упертые фанаты. Вот только есть одна проблема. Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся эти матросы. И вообще... Что? Да! Нет! Мне вообще ничего не нравится! Кстати, спойлеры. Ну, типа, у меня есть вопросы к сюжету, так что я буду говорить и о нём. В Савином доме есть две сквозные линии. Геройни Лусна Седа, которая попала в другой мир и пытается стать магом, хотя у неё нет магических способностей, и сюжет Дэй Тараганиски, Иди Клоусон, которая постепенно теряет человеческий облик и противостоит своей злой сестре Лилит. Звучит клёво, но на деле всё размазано на 19 эпизодов, которые в большинстве своём, как и первый сезон Gravity Falls, клишированные истории с кругом Хармона. В декорациях типа дьявольского мира от Дисней. У нас есть. И обмен телами, чтобы каждый понял, что жизнь другого не сахар. И дорогая, я уменьшил детей. И дети устроили вечеринку без спроса, пока родители ушли. И люди, не привыкшие к детям, нянчатся с ними. И попытки поставить на место задиру, обыграв его в его же игре. Серьёзно, зачем запихивать бытовуху в Иссекай? Вам настолько неинтересны ваш же мир и персонажи? У вас есть возможность рассказать историю, сделать приключение, в котором вы сами хотели бы поучаствовать в возрасте луз. Но вместо этого вы делаете ситком с низким содержанием юмора. А большая часть юмора это... Издевательство над Хути, раздражающие голоса... Ор вместо школьного звонка. Потому что чем громче кто-то кричит, тем смешнее. Постмодернистское описание фактов, которые мы только что видели. Разлом четвёртой стены, несколько раз, начиная с первой серии, когда мир ещё не успел сформироваться, когда я, как зритель, ещё не поверил в него и не захотел разбираться. И я не верю в этот мир. Он дьявольский, жестокий и пугающий, только по описанию. На деле это просто диснеевский мирок, вроде Мьюна и Стар. Просто в других декорациях и даже хуже. Этот мир — ленивая копия США с одиночными партами, шкафчиками, инстаграмом, школьными автобусами, фей-браками при диктатуре. Вся инородность и диковинность — просто ретекстур. При этом Данна Террис, исполнительный продюсер и автор идей, в одном интервью рассказывала, что продумывала, как будет работать суд при анк... то есть при магии. Дезинформация, то есть ложь и враньё. Здесь мир, который сыпется на куски. Стоит попытаться сшить вместе его правила и события, которые происходят в нём. Например, здесь есть система Ковинов-Ведьм, в которой каждая ведьма должна вступить по окончанию школы. А после вступления вся остальная магия блокируется, если только вы не попали в императорский Ковин, местную нацгвардию с монополией на насилие. Ведьмы Бесковина объявляются в розыск, как преступники. Соответственно, школы обучают детей в этой же системе, отступление от которой делает вас преступником в глазах государства. Государство, которое является диктатурой, судя по тому, что поощряется не пассивность, а активное участие и приверженность идеалам, которое уже по обозначенным выше правилам считает своих подданных своей собственностью и рассматривает в той же парадигме их детей. Нетрудно догадаться, что в такой ситуации школы станут частью государства. Сфера образования будет регулироваться пряником, вроде дотаций и кнутом, так, что руководству даже частных школ придется прогибаться под правила этого самого государства, чтобы не отправиться в конформаториум или на петрификацию. Соответственно, школа обучает детей в рамках системы Ковинов, то есть выбирая себе дружок, один какой-нибудь кружок. Потому что, во-первых, изучение двух и более направлений в условиях, когда по выпуску можно оставить только одно, а остальные блокируются, бесполезная трата ресурсов и времени школы и самих учеников. А во-вторых, те, кто откажется от подобной практики, станут ренегатами, нарушающими уже обозначенные законы тиранического, по крайней мере, по описанию, государства. И школе нет причин поводить отщепенцев, выключенных из общественной жизни. А что логично. Да, но теперь переходим к событиям. Суть в том, что Луз в школе, естественно, не такая, как серая масса, а дивергент. И ее не устраивают школьные правила. Она находит единомышленников, которые тайком пробираются на уроки других факультетов, в этой же серии их всех ловят за этим занятием и собираются наказать. Но наша отважная реформистка Луз начинает затирать директору школы что-то вроде... А у меня есть свежая идея. Тупица! Твое прогрессивное мышление нас всех погубит! Даешь молодежную культуру! И директор соглашается. То есть буквально он пару секунд колеблется, и все, правила меняются, а ныне дивергентов не притесняют. Каждый дрочит, как он хочет. Глупо, глупо же! Ну или такая штука? Действие происходит на кипящих островах, в позднем средневековье или новом времени, где в домах печное отопление, транспортировка грузов осуществляется каретами, нет ни проводов, ни электростанций. Чувак в первой серии не понимает, что такое телевизор. Я даю 40 стены для скромного бокса! Я даю тебе 100! Я могу съесть маленького человека внутри? Тогда отчего заряжает свой смартфон Луз? И допустим, у нее с собой набор пауэрбанков. Как Эмити могла посмотреть фильм про вымышленного персонажа мира людей Азуру на DVD? Как это глупо. Они что, тупые? Вы скажете, это мелочи. Я соглашусь с вами. Это как трещинки на стекле, которые сами по себе не пропустят ни воду, ни ветер. Но если их не берется критическая масса, то стекло трестит, и вас затопит или продует. Вообще, у меня возникают глубокие сомнения в том, что Дана и остальные сценаристы понимают, как работает что-либо, когда они объясняют наличие интернета Луз тем, что она подключилась к Wi-Fi через открытый ID-портал, который ведет к заброшенной хижине на Атшибе. При этом, несмотря на то, что я пролил много желчи, нельзя не отметить, что когда сериал приходит в режим сюжета, мир становится более зловещим, с техномагией, с живым сердцем под землей, с настоящим, а не школьным антагонистом. И когда смотришь на это, действительно обидно, что таким не сделали весь сериал, что не вся история — это приключение в мире полном демонов. Причем, эта хорошая часть в основном связана с Идой. Сюжетная линия на Седой несколько невнятная, на мой взгляд. В ряде ключевых моментов порушена мотивация. Смотрите сами. Луз небезосновательно отправляет в лагерь на перевоспитание, так как она создавала угрозу безопасности другим ученикам и учителям. Хотя Данна Террис считает, что учителя и мама просто не понимают, как сдержать ее креативность и творческое чутье. Но волей случая она попадает в иной мир, где ведьма Ида шантажом втягивает девочку в опасную авантюру, в которой Клаусон рискует жизнью ребенка для того, чтобы достать картонную корону. Безответственно. Потом, когда все идет через одно место, Ида, жертвуя собой, дает девочке возможность сбежать. Теперь ответственное поведение. Хотя я иду сильно понерфили для этого. В итоге все остаются целы. Клаусон выполняет свою часть сделки и отправляет девчонку домой. Но тут начинается... Только Ида почему-то решает взять на себя это бремя и дополнительный рот. Может дело в том, что у нее огромный багаж знаний и ее просто распирает желание им поделиться? Нет! Ида до четвертой серии страдает фигней, потом кастует небольшой спелл, бог из машины, и Луз теперь знает заклинание. И, уважаемые знатоки, зачем Иде эта головная боль? Потому что Луз ей понравилась? Да, настолько, что она отправляет девчонку в одиночку, бесполезной, но изредка забавной кинг не в счет, чилить на таком опасном острове, как нам утверждает сериал. Да и к тому же Ида сама представляет опасность для Луз из-за своих неконтролируемых превращений. Теперь она снова безответственная. И, допустим, Ида не знала, что вообще делать с человеком, у которого нет магической железы. Хотя нам показывают, что некоторые элементы магии, вроде алхимии и прорисания, можно делать и без магических кругов и заклинаний. Но теперь ты не понимаешь, что Луз может творить магию. Может, начнешь читать книги предшественников, искать прецеденты в прошлом, делать хоть что-то. Да пошел ты! Да, давайте вспомним вам в этом сюжете к девятой серии, где Луз начнет гундеть, что хочет в школу, где ее будут обучать магии, в отличие от Иды. I want to learn magic, and they teach that at Hexside. И если претензии к последней мы уже разобрали, что Ида взяла ученицу, которую не собирается обучать, то теперь обращусь к Луз. Ты, блин, понимаешь, что тебя взяли в другой мир по доброте душевной? Ида кормит тебя, дает кровь и понимает тебя лучше, чем твоя же собственная мать, не получая при этом ничего взамен. Даже если отбросить личную неприязнь к Лоу-Сонг к школьной системе образования, сквозь стати Луз вообще должен устраивать школу. Школы как бы бывают либо частные, либо государственные. И ты, либо требуешь от Иды за ее же счет оплатить твое образование, либо хочешь, чтобы человека, не то чтобы из другой страны, из другого мира, приняли в госшколу за счет местных налогоплательщиков? Как у Зоа? Она б***я, что ли? Ну, конечно. Кому какое дело до внутренней логики мира? I want to enroll my human Luz at Hexside. And before you get all judgy... That's not a bad idea. I think the student body could learn a lot from having such an exchange student. Зачи еще... Луз мне, как зрителю, дать ничего не может. Она плохо адаптирована и в человеческом обществе. То есть, какой-то опыт из мира людей она передать не сможет. Обучать ее, как всех, плохая идея, потому что у нее буквально нет органа, который позволял бы создавать магию. Как раз нестандартный подход и индивидуальное обучение были бы лучшим вариантом. Окей. So maybe my methods are unique. But so is your magic. Connecting to the island can help you. Я так и сказал! Зачем директору этот двойной геморрой? С одной стороны, проблемный ученик, которому нужно особенные отношения. При том, что, опять же, выгоды от этого никакой. С другой, Ида, которая засветилась в школе. То есть, любой ученик может сдать ее и обогатить свою семью. В то время, как у директора за сокрытие преступника или недонесение будут проблемы. Любой рациональный актор, прикинув выгоды и издержки, пошлет поганой метлой Луз и Иду. Но, видимо, в этом мире никто не думает над принятием решений. Сюжет снова пропадает до двенадцатой серии, где Луз нужно выучить второе заклинание, чтобы поступить в школу. Да, по сути, это достаточно топорный квест. Но, учитывая предыдущие серии, пускай. Впервые за весь сериал Ида начинает учить Луз. Демонстрация в четвертой серии не в счет. Рассказывает ей про работу магии, про историю мира, химия между персонажами работает на полную. Даже шутки начинают заходить. Ты смотришь на это, как начать приключение. На настоящую тренировку. Хочется взять все свои слова назад. Но потом нормальная серия прерывается в обочной линии Кинга, двигателем сюжета становится тупость Луз, и ты понимаешь, что зря у тебя обманул, завел на тебя кредит, скинул своих детей, а теперь фиг вам рисует. Дело в том, что на седа не слушается учителя, решает сделать по-своему, создает проблемы, которые затем решает с помощью очередного бога из машины. А говоря об этом, нам придется перейти на личность Луз. А я бы не хотел этого. По крайней мере, пока мы не дойдем до персонажей. И да, сюжета здесь мало, но эта серия работает. У меня было бы гораздо меньше претензий к сериалу, будь он весь такой. Больше сюжета в следующей серии, но я уже рассказал о нем. Он противоречит законам своего же мира, привносит еще больше вопросов в мотивацию директора, и силами сценаристов полирует же за самолюбование Луз. Отлично. На самом деле, можно сказать, что дальше идет школьная жизнь, и Луз теряет какую-то определенную видимую цель. И я не говорю, что это плохо, просто ее сюжет в 18 серии вливается в сюжет Иды. Да, есть неплохая серия про отношения Виллу и Эмити, классная про отношения Эмити и Луз, но в целом, на самом деле, они больше относятся к подсюжету собственной Эмити. Ее становление излючки, влюбленной стесняшкой. Притом, все то хорошее, что я могу сказать, опять же, на фоне остальных серий, и с такими нашими спутниками, как проблемы с логикой и побочными линиями Кинга с Гассом, которые раздражают, на которые плевать, и которые отвлекают от нормального действия. А сюжет Иды заключается в том, что кто-то в далеком прошлом проклял ее, так что она против своей воли превращается в монстра, напоминающего сову. В четвертой серии нам раскрывают этот сюжет. Ида предстает действительно креативным, изящным, но жутковатым зверем. Потом, в десятой, нам показывают, что Ида становится опасной уже для случайных людей. И ты думаешь, что дальше сюжет Иды будет развиваться вокруг ее рефлексии по поводу того, что если раньше она была опасна только для тех, кто рядом с ней, то теперь она опасна для всех. Она впадает в беспамятство уже посреди улицы. Но, либо сериал забывает об этом до восемнадцатой серии, либо Иди плевать. Да, от такого отношения к окружающим даже грибоедов бы офигел. Сюжет просыпается, когда Хути разметает лилит и десяток солдат, а у Иды начинается внезапный приступ трансформации. Единственный, кто пытается найти решение этой проблемы, Луз. И ей сразу же попадается возможность попасть в замок Императора, где находится артефакт, позволяющий снять любое проклятие и вылечить любую болезнь. Удобно, правда? Луз решает стащить этот предмет. И с этим у меня возникают проблемы. Да, и достаточно странно, что сериал воспринимает воровство как нечто само собой разумеющееся. То есть, я ушел на некоторое время в аниме и упустил момент, когда карманная кража стала не преступлением, а веселым хобби. Когда обычные мародеры стали прогрессивными лутерами, а погром в целом мирным протестом. Что еще интересного ты мне скажешь в сериал? Че? Правда, что ли? Хреново. Нас знакомят с Императором, а Клус решает присоединиться и ее друзья. Потому что ничто так не укрепляет дружбу, как возможность залететь в тюрячку в стране, где практикуют пытки. Внезапно, комната с артефактами оказывается под охраной. Их замечает всеведущий Император, а затем и Лилит, который наконец догадывается, что для того, чтобы захватить Иду, можно взять в заложники Луз. Какой-то тупой кальмар догадался до этого во второй серии. Лилит же понадобился целый месяц. Туго соображаешь, да? Ида, как и в прошлый раз, клюет на приманку, происходит бой, где за 40 секунд обе ведьмы выдыхаются, а я осознаю, насколько унылая здесь магия. Нам показывали различные способности Иды, вроде сна или перемещение сознания в другое тело, различные аспекты магии, от алхимии до управления абоминациями. И что мы видим в итоге? Они швыряются друг в друга с желтым и голубым огнем и телепортируются. Мне есть за что покритиковать фейритейл, в том числе и за бои. Но вот если сравнивать, то прям небо и земля. Дай японцам хотя бы одно заклинание, которым обладают местные ведьмы. И они придумают 10 способов использовать его так, чтобы нам было интересно смотреть. И это будет рядовой бой, а в кульминации арки автор на одном чае сделает то, что другим и под наркотиками не придет в голову. Я не понимал, почему люди настолько не хотят быть оригинальными. Это просто п***ц. Они же должны это чувствовать. Лилин случайно пробалтывается, что это она наложила проклятие, скидывает луз с моста и в итоге Ида трогательно прощается, спасает девчонку и обращается в зверя. Уже навсегда. Лилин захватывает сестру и отпускает девочку в освояси. Отличное завершение серии. Классный клиффхенгер. Я зачастую слишком хорошо думаю о семье, так что такой поворот стал для меня неожиданностью. Жалко, такое тут происходит нечасто. Я забыл упомянуть, что Лилин все это время пыталась поймать сестру, чтобы император избавил ее от проклятия. Однако в последней серии Белис предает ее, мотивируя это волей Титана, которая не хочет дихих ведьм, а хочет кровь из нас и портал в мир людей. Кто-то не читал Макеавелли и очень зря. Вообще, в мире снова возникает выбор ступника и свободные СМИ высказывают негативную оценку поимки Иды. Сегодня это хребетный день для Бонесборро. А потом Луз с Кингом упекают в конформаториум за топтание газонов. Типа, да, у нас за газон двум чувакам штраф в 7 лемов назначили в 18-м году, но свободу СМИ начали душить еще в нулевых с НТВ и даже раньше, учитывая Листьево и так далее. Есть же какая-то последовательность в захвате власти и установлении диктатуры. Что сделал на самом деле Путин первое? Первый монополизировал телек, ну, соответственно, чтобы никто, чтобы можно было отбирать все остальное и никто не мог сопротивляться в информационном поле. Днем деньги, вечером стулья, вечером деньги, ночью стулья, ночью деньги, утром стулья, утром стулья. Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги? Можно. Но деньги вперед! Луз избегает из автозака, находит Иду, а та дает девчонке ключ от портала. То есть показывает, что император идиот. То есть отдает ключ. То есть что? Он даже не обыскал ее. Ну, вы понимаете, у нас как бы диктатура, но обыскивать должны люди того же пола. Мы же не варвары какие-то. Мы уважаем права человека. Лилит взяла 51 статью, а Кикимора стремянку не смогла найти. Так что обыск пришлось отменить. Вот. Внезапно заходит Лилит, Луз нападает на нее, они переносятся в наш мир и флэшбэк. Лилит проклялась сестру, чтобы ослабить ее на день и пройти испытания. Однако заклестие оказалось перманентным. У меня так краска для волос было. Потом несколько месяцев ходил с зелеными волосами. Внимательнее читайте инструкции. Причем пикантности добавляет то, что Ида отказалась от битвы с сестрой. Так что Лилит пожертвовала сестренкой зря. И это классно. Пока не сдаешься вопросом. Вы же, блин, сестры погодки, которые не разлили вода. Неужели нельзя было обговорить это друг с другом? В общем, все ясно. Автор единственный ребенок в семье. И да, Ида никогда не задумывалась, что получила проклятие сразу после выпускного экзамена. И что ее сестра была какая-то не такая перед этим. Нет? Ну, ничего страшного. Здесь редко кто задумывается. В итоге девушки объединяются. План по спасению Иды, который заключался в том, что Лилит выталкивает неопытного подростка в центр площади, где собираются казнить Иду и будь что будет, нарушает всеведающий Белос, который внезапно для женщин узнает о их планах. Удивительно. И кто бы мог подумать, что так может быть? Балбес, то есть Белос, зачем-то пытается договориться с Луз, чтобы та отдала портал, хотя мог взять силы, ничего не потеряв. Луз соглашается на обмен, но подрывает врата, спасает остальных и улетает в закат. Лилит кестновит фруктерка кака и совершает равноценный обмен с Идой, в результате чего последний лишается магии, а первый ослабляется. И завершается сезон попытками Белеса восстановить портал с помощью своей техномагии. Основной сюжет, а точнее то, что можно назвать этим словом, характеризуется множеством удачных совпадений и слабой мотивацией. Ой, извините, случайно прочитал вслух слова Роберта Макки о типичном написании плохого сценария. Как неловко получилось. Еще более неловко рассказывать о персонажах, но давайте попытаемся. Я думаю, будет уместно говорить о героях в порядке увеличения симпатии к ним. Так что поехали. Школьные антагонисты. Одна одновременно капитан школьной команды и глава черлидерш, а другой драма Квин. Идиотизма добавляет то, что в то время, как сверные поступки той же Эммити нам оправдывают и объясняют, эти ребята просто злобные сами по себе и все тут. Знаете, капля масла на поверхности стакана воды и то менее плоская, чем они. Да, сценаристам заплатили за этих персонажей и сюжеты с ними настоящие деньги, а не купоны в парке развлечений. Газ Спортер. Слабый, тупой, лживый, инфантильный рохля. Ой, я сказал это слух. А, ну да, я так и собирался, все в порядке. Я держался, чтобы не сравнивать с Гарри Поттером, но это буквально местная версия Артура Уизли, которая генерирует юборезки за счет того, что не понимает, как используются людские предметы. При этом его пытаются показать умным с помощью оценок. Перефразируя Канта и практически цитируя Ютковского, умного персонажа делают таковым умные поступки, а не гаджеты, оценки, речь или победы в шахматах. Придумывать умные решения проблем обычно гораздо сложнее, чем прописать в сценарии «Он отличник». Поэтому это и больше ценится. Газ уже создает другим проблемы из-за своих тупых поступков и тупой лжи, преследуя достаточно мелочные цели. При этом, как я уже сказал, когда требуются поступки вроде 17 серии, девчонки в опасности, им может неслабо прилететь. Газ принимает позу эмбриона и лежит на скамеечке, плачусь о поломанных флажках. «Нашел время, придурок». «Виллоу-парк». Просто невзрачный персонаж. Она скучная и напоминает мушку из «Незнайки на луне». Пожалуй, это все, что я могу сказать. А, и еще ее родители отправили на факультет, в специализации которого у нее нет ни таланта, ни желания. Либо она пошла туда из-за Эмити, но это просто уже совсем жалко. Единственное, что я хочу сказать, вы ведь понимаете, что даже в США регистрация однополых браков была введена повсеместно лишь в 2015 году. И в целом, это одно из достижений либеральных демократий 21 века. Серьезно, у вас прогрессивная диктатура, которая спокойно относится к бракам, но упекает людей в тюрячку за фантовки про овощи? «Вы что, на шаре живете, что ли?» Кинг. Домашнее животное с огромным самомнением. И нет, это не тостер из Нью-Вегаса. Мы должны относиться к нему серьезно, даже несмотря на то, что он ничего из себя не представляет. И он готов натравить слабо контролируемого монстра на детей. «Стоп, что?» Эгоистичный, мелочный, инфантильный, ЧСВ-шный, комнатный песик, из-за тупых поступков которого были в опасности дети, а затем Ида. «Игорь Иванович, вам слово». «Спасибо большое». «Да не тебе». «Его надо в поликлинику сдать для опытов». Лус на седа. Как я уже сказал, наше знакомство с Лус начинается с того, что оно создает проблемы для других, и в итоге получает за это ответочку. И после некоторых раздумий я решил для себя, что Лус не странный. И тогда после сериала мне вообще непонятен. Типа, вот после первой серии она не делает ничего особо странного. Много тупого, но не странного. Жесты и фразы не вырываются за пределы нормы. И это логично. Потому что у Лус нет особых причин, чтобы быть именно странной. Её не травит вся деревня, она не надевает на себя маску, чтобы вырвать лучшего друга из депрессии. У неё не протекает крыша после того, как её оставляют одну на острове помирать в компании большого количества морской воды и Рома. Она просто девочка 14 лет, которая в 2020 году в США не может найти гигов и чувствовать себя одинокой. Я понимаю, что это история Даны, которая училась в католической школе и испытывала проблемы со сверстниками, потому что читала такую странную книгу, как Гарри, мать его, Поттер. Но сейчас и соцсети есть, и поколение другое. Люди стали менее одинокими, а мир немного лучше. Чё-то я слишком добрый, нужно сказать что-то плохое. Лус получает новые заклинания благодаря божественному вмешательству. Фух. Да, так нормально. Баланс сохранён. Она ничего не делает для того, чтобы получить магию. Давайте смотреть по эпизодам. Поступает на обучение в конце серии, шлеется по острову, шлеется по школе, получает магию после глича в телефоне, говорит, как она усердно трудится. Второй спелл случайно обнаруживается в снежинке, третий в цветке, четвёртый в горящем мече. Лус не получает силы благодаря уму, отваге или упорству. Они просто открываются ей случайным образом. Наиболее очевидной параллели хочется провести Сака, которая также фанатеет от магии и доброй ведьмы. Она также в меру странная и не особо сообразительная. Она не может в магию, но в отличие от Лус, Акка вкалывает, как папа Карло, для того, чтобы достичь своей цели и догнать тех, кто впереди неё. Её упорные труды в итоге вознаграждаются новообретёнными способностями, признанием и друзьями. И это не смотрелось бы так нелепо, если бы нам сказали, что Лус Синестет или там Довакин или какой-нибудь ещё избранный. Нам открытым текстом сказали, что Лус не особенная. А потом Ида восхищается магической силой Лус. Хотя нам говорили, что она не может в магию. Серьёзно, я один что ли смотрел сериал целиком. Да всем плевать, прекращай болтать у меня за спиной. Всё-таки одна странность мне не даёт покоя. Костюм выдры был лучше, чем память пачки и смокинга. Кто-нибудь подарите Лус нормальные брюки. В кадрах под пояс она отлично выглядит, но полный рост просто безвкусица. Я понимаю, что она ни в какие рамки, но андрогинность можно показать и другими способами. Тот же ковбой Бибоб за его компьютером, Франсуа из Врача Петрова, Фриск с Чарой, Тильда Суинтон в конце концов. Фух. Спасибо. И нет, я не могу пройти мюмы, меня ещё такой вопрос интересует. Почему Минета из Геройской Академии из Врачинец и всё время получает по балде за свои желания? А Лус, который стекает слюной на чувака с прессом или говорит штуки в духе Петра Петровича Лужина это нормально и ок. Я как бы не против ни того, ни другого, а не подростки. Но если прогрессивная общественность объяснит, почему это другое, будет интересно. Кстати, я хотел бы и объяснение, почему каждый из основных героев нарушает заключённые ими же договорённости. Причём Лус почти что трижды. И мы должны спокойно это воспринимать. Без каких-либо оснований. Просто потому что можем. Близен Сиблайт. Сперва их позиционируют как тех ещё мудаков, которые готовы выложить в открытый доступ дневник своей сестры, потому что она слишком много о себе думает, что бы это ни значило. А потом, как в целом нормальных ведьм, которые помогают как Эмити, так и Лус время от времени. Всё бы хорошо, но не совсем. Кто бы сомневался? Это достаточно серьёзная перемена, при том, что событий для таковых изменений, вроде оздоровительной порки, любимой сонанами, мы не наблюдаем. Характер преображается за кадром, так что мы в очередной раз просто ставкиваемся с авторским произволом. Вот и всё. Лилит Клоусон. На самом деле она крайне некомпетентна и не особо хорошо пользуется своими способностями, но их взаимодействия и подколки с Идой действительно интересны. У неё есть внятные мотивации, дополнительная глубина, это раскаявшийся злодей, который пытается искупить свои грехи. Она не особо блещет умом, но закон Винджа, камон. Директор Бамп. Вот за такого мужика я бы проголосовал. Он крутой, хорошо занимается администрированием, вроде того, что вовремя замечает талант Виллу и направляет её на управление растениями. Временами он выглядит как единственный нормальный человек, со своими закидонами, но в целом адекватный. До 13 серии, но о ней я уже говорил. Белес. Он очень хорошо появляется в предпоследней серии, становляясь этаким рыцарем Сребаса, после которого тон происходящего резко меняется. Он показан как жестокий, фанатичный, могущественный враг. Его всеведение, которое нарушает бестолковый план Луз и добавляет немного реализма в историю, просто бесподобно. Но потом, 19 серия, где он очень сильно тупит, причём не один раз, а постоянно. Обмануть вернейшего союзника? Почему бы и нет? Она же не станет мстить из-за того, что ты предал цель её жизни. Не обыскивать врага, не пытать, чтобы добыть нужную информацию, хотя иные персонажи были подвергнуты пыткам вообще без какой-либо причины. А заточить в клетку и ждать, пока всё само собой рассосётся? Звучит неплохо. Пытаться договориться с ребёнком, хотя у тебя руки полокоть в крови? Да, так и нужно делать. Стоять столбом после того, как тебя предали? Отличная идея. Отпустить людей, которые тебя ненавидят и при первой же возможности будут мстить? Действительно, ведь не лучше добить их здесь и сейчас, чтобы никто не мешал твоим планам. Отпусти меня, я ему ещё втащу. Спокойно, Макеавелли, западным демократам нельзя читать какую-либо книжку, кроме Гарри Поттера. Иначе у них отнимут партбилеты и запустят есть сладкое после десяти. Типа, если он фанатик, то зачем врёт о том, что собирается вылечить Иду, вместо того, чтобы отбирать с самого начала лишь лояльных фанатиков в гвардию если же он заводить целеустремлённый и прагматичный, то почему не делать то, что я описал ранее? Это было бы... логично. И вот из таких штук мое впечатление о антагонисте сильно подпортилось. Его раскрытие пошло только во вред, представляя его глупцом, который волей случая получил власть. Ида Клоусон. Она классная. Задорная, безбашенная, смелая, за ней хочется следить, особенно в роли ментора. Но она жутко безответственная, порой до идиотизма, и ей плевать на себя обычно ещё больше, чем на других. Про угрозу для остальных я уже говорил, но без памятства, участь хуже смерти Ида принимает с панковским пофигизмом. То есть, она ведёт себя как NPC, чей квест предстоит решить главному герою. При том, что она представляется нам самой могущественной ведьмой, которая как аватар освоила всю магию. Хотя, на самом деле, нам скорее об этом рассказывают, чем показывают. Помимо того, что местная магия здесь очевидно проигрывает огнестрелу, Клоусон очень часто нёрфит, для того, чтобы могла прийти луз и сделать что-то. Ида не может справиться в одиночку с надзирателем Росом, тупорогим осьминогом, с гигантским слизнем, своей сестрой при первой встрече, свинкой-торговцем, мини-боссом снежного уровня, охранником карнавала, своей сестрой при последней встрече, которую до этого раскидал Хути. Сильнейшая ведьма на кипящих островах, народ! Кроме того, я до сих пор не понимаю, почему Иду никто так и не поймал, учитывая, что за её голову предлагают огромную награду, а она не предпринимает хотя бы малейших попыток остаться инкогнито. Для большинства Ида никто. Пропаганда работает так, что для детей императорский Ковен герои, а экономические стимулы выставлены таким образом, чтобы предавать ведьму было выгодно не только какому-то торгашу, но буквально каждому встречному. Триллион чего угодно, кроме Боливара. Достаточно вестомая сумма, чтобы предложить савиной леди отравленный чай или захватить её бесполезного питомца как заложника. Да всем плевать. Эмити Блайт. Самый лучший персонаж во всём сериале. Она милая, красивая, талантливая, забавная, у неё есть настоящие проблемы и история взаимоотношений с другими персонажами, родителей, которые не фон, а персонажи, что выстрелят в следующем сезоне. Даже когда нам показывали её как отрицательного героя, она пусть и в пассивной агрессивной форме, но пыталась подбадривать Виллу. Хотя после этого её слова про то, что Лу с Булли кажутся лицемерными. Она достаточно чувственный персонаж, который отградился от людей из-за своих родителей. И это несколько странная ветка, потому что если родители Эмити настолько злобные, что запретили ей дружить с Виллу из-за того, что она из небогатой семьи, как они вообще пересеклись до школы? То есть люди с деньгами зачастую обладают возможностями устроить детей в какой-нибудь частный сад или вообще нанять гувернантку, няню или что-то в этом духе. Как-то бестолково. Как и любовная линия Эмити. Я долго молчал, но теперь хочу сказать. Эмити заслуживает большего. А, нет, стойте, это не одиночный пикет. Я имею в виду, Эмити слишком добра, Клуз. Буквально первые четыре встречи, последняя создает проблемы ведьмочке, позорить ее и доводит до бешенства. Не, конечно, если девушкам нравится такое, я буду иметь это в виду. Обниму бомжа на первом свидании и буду кричать, что нашел ее потерянного отца. Но что-то мне подсказывает, что это плохая идея. Причем, знаете, почему Лус вообще решает подружиться с Эмити? Потому что в книге Азура подружилась со своей соперницей и на седа такая. Ну, чем я хуже? Типа, это буквально... Лус заглянула в сценарий и поняла, что ей нужно стать другом Эмити. Это лениво и это раздражает. К тому же, до влюбленности нам показывают только одну серию, где они подружились. Просто подружились. Уже в следующей Эмити боится больше всего не своих абьюзивных родителей, а пригласить Лус на танцы. Так быстро! Не дало даже опомниться! При этом, с одной стороны, я понимаю возбуждение лукпотой комьюнити по поводу того, что Эмити листь пьянка. Я, наверное, нечто похожее чувствовал, когда в Докторе Стоуне половина космонавтов были русские. Даже несмотря на то, что Рогозин Роскосмос разболел. Если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на Международную космическую станцию. The trampoline is working. That's right. С другой... Чуваки, бличу уже скоро 20 лет будет. В Селлармуну раны Нептуна еще в 90-х крутили. Промар, отличный со всех сторон, выходил совсем недавно. Невероятное приключение Йо-Йо аж с 86-го года поднимает уровень настоящей мужской дружбы в Восточной Европе. А вы радуетесь подачке от беспринципных мерзавцев вроде Дисней. Камон. А Эммити лучше всех. Я надеюсь, она повзрослеет и найдет себе менее проблемную половинку. К сожалению, все не так просто. После первого просмотра я хотел сказать, что не совсем согласен с сериалом, и окружающие не обязаны тебя любить просто за то, что ты отличаешься от них. Но, типа, Луз не особо странная, и сериал раздувает проблему больше, чем она есть на самом деле. И сейчас мир уже не Владивосток 2010-го года. Чё, пацаны, аниме? Я думал, что буду ругаться, что всех мужских персонажей сделали слабыми, чтобы Луз выглядела сильной. Но даже так она не может продемонстрировать силу без бафов от сценаристов. А Эйде такой контраст и не нужен. Я думаю, она чувствовала бы себя уверенно и всё на ней, как Цунады или Мериллиона. Правда, последние покруче будут, но это уже мелочи. Когда я только приступал к написанию сценария и читал всякое, я рассчитывал поугарать над кальфорнийскими миллениалами, которые неронично считают Трампа р**истом и любят насилие над белыми мужчинами. Но проблемы, на которые я наткнулся при пересмотре, были достаточно далеки от политики и сводились зачастую просто к непрофессионализму или необразованности, что ли. На свежую голову сериал оставил после себя не раздражение, а скорее грусть. Стандартный диснеевский стиль, блеклый герой, бестолковый мир, не запоминающийся опенинг, скомканный сюжет. Голливуд не превзошел себя, а мы не получили новый мир, в который хочется вникать и погружаться. Я не особо понимаю такую высокую поддержку на кинопоиске, но пускай. Я рад за людей, которые в отличие от меня, зануды, смогли получить удовольствие от просмотра. Но для меня мультфильм не работает и, надеюсь, я развернуто объясню почему. Как бы то ни было, это лишь мое мнение, которое не претендует на истину. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Обклеивайте комнату кадрами из этого видео, ешьте овощи и помните, сингулярность неизбежна. До новых встреч! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!